Продолжение следует... 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 Молодцы, вы свалили. Видишь, одна одно делает, другой другое делает. Одна одно сделала, другой другое. Не знаю, может там вентилятор включим, прохладнее будет. Можно выставить. Сначала до этого Соломону дозвонить. По ущельям едешь, там дорога узкая, горная. Не асфальтира, она вся, взрыв. Ну понятно, раздолблены все дороги. И где-то, ну, 115, может 120 машин. 13 машин только целые остались. Кто первый успел проехать, и кто сзади несколько машин успели как-то развернуться. А, вернуться. А так все мы встали, все наши колонны разбомбили полностью. А людей там вообще мизера осталось. Больше суток, больше двух суток во реке в Одессе жили, спали. Не спали, ну, лежали. Потому что здесь зара. Без еды, без ничего, да? Здесь гора. А мы как бы в ущелье, на дорогу. Без еды? Без еды, а с чем ты будешь? Две недели без еды? Двое суток. А, двое суток. А потом на помощь кто-то пришел, да? Вертолеты прилетели. Начали бомбить погаром потом. А вертолеты как это. Их тоже, да? Блин, обрадуйся, вертолет летит, обрадуйся. О, ну, сразу как-то. Вертолет. А тут раз его сбили с ракетой. И там дымит. И там дымит уже, гайли. И сколько их на глазах сбили. И потом. Опять бухопад. Что, помощь разбомбили. Блин, эти вертолеты. Слушай, ну вот сейчас вот то, что ты вот по Гане служил. Здесь вот какая-то помощь есть от этого? Ничего нет. Кроме в год один раз санаторий на 20. А ты ездишь? Нет. Почему? Получается? Если бы... Как поедешь? Чтоб поехать, значит, надо всю работу бросить. А здесь нету такого возможности. Здесь что заработал, то скушал. Не заработал, значит, не будешь голодный будешь сидеть. Нет, вот воды. Ну, клофилактория. Ну, там все обследуют, короче. Обследуют, полностью обследуют. На что беспокойся, говорят. Кого-то по направлению, кого-то просто на обследование. А так никаких горных, да? Нет. И будет прибавка, нет? Нет, ничего нет. А Абди Карим, говорите, есть? Да, какой Абди Карим? Абди Карим все с фантазиями живет. Я ему говорю, ты что дом не побелишь? Как бомжишь. Там два сына везде все делают, а ты... Ты что, говорит, не выжил, говорит? По телевизору. Конец света скоро будет, говорит. На пол. Дурак, дурак. Вот теперь, Абди Карим, все. У него все. Он в России был, он по 60, по 100 тысяч, оказывается, деньги заработал. Приехал даже. А ты веришь ему это, что ли? Вот я и говорю. А, поэтому. Вот я к чему и говорю. Абди Карим говорит. Ты же веришь ему? Веришь ему это? Не знаю, я верю, не верю. Вот я и говорю. Абди Карим. А так же в 60-ую пенсию идешь или раньше? В 60-ую. Да нету пенсии, короче, все, кинули нас все. Минимально сделать 120 тысяч. Нету пенсии, кинули. Надо сейчас на производстве суверенитет в узбекском. 10 лет проработать. А может быть тебе сейчас есть смысл в России прописаться? И ты там вот эти... Мне сейчас Тахир говорит. Ринат, ты что думаешь, в пенсию давай, устраивайся, давай. Я тебе время буду давать, ты будешь, говорит. Но все равно надо в командировку ездить. 2-3. Короче... Сейчас Валя будет здесь. Почему нет? Нет, ты про так не... Ты сам, раз они обязаны, они обязаны. Пусть... Почему они должны? Пусть пить сюда. Столько лет проработал. Кто кому? Государство. Государство. Сейчас куда пойдешь говорить? С кого требовать? Я не сказала говорить, я говорю. Если есть такая возможность, использовать надо. Надо старую организацию устроиться, я должен там 10 лет проработать. Тогда я, ну, где-то около миллиона, чуть-чуть больше миллиона буду получать. А сейчас, если я не буду... А если 5 лет проработать, то где-то около 600-500 тысяч будет. Это 100 долларов. Короче, ты 10 лет надо проработать, да? У них 10 лет надо проработать. А те 10 лет, или там сколько ты лет работал у них? Это все, уже все сдохло. А это не считается? Это российское, все, советское уже все сдохло. Сейчас начнут 10 лет работать, сейчас возьмут и вообще это. И вообще говорят, скоро пенсионерам вообще... Дети есть, будут платить. Вот так говорят, поговаривают. Нет, а, да, нет, дети есть, пенсии не будут вот в Индии, так? Да. Дети есть, пенсии нет. Да, да. В Индии. Ехали прямо возле аэродрома в Баграме. Окоп выжили по периметру, сеткой натянули колючей проволокой. Палатки разбили, жили в них, да? По полуземлянке делали. А, немножко выкапывали, да? 3 на 3 выкапывали где-то метр в глубину, чтобы расстрелялись, чтобы не в земле, как бы в окопах жить. Потому что стреляли мы, ну, по части стреляли, ночью спишь, что-ли-нибудь. Ну, так, ну. И это. А тут какой-то мы уже за 2 месяца уже, блин, уже и страх у нас уже кончился от этих стреливых. А какой-то офицер приходит там, с России, летеха там, замкоманит, замполит, часть. Блин, там хочет что-то. Как, что мы его как дали, дали. И вообще гранату завязывал. Бухают вот. Бухают, это они их. Там есть такая категория людей, которые думают, что все, на халяву. Вот, да, да, да. Пойдем бухнем. Ну, пойдем. Че-то пойдем там. Ну, да, сонно. Ну, пойдем. Ну, так, ай, давай. Пойдем там. Да. Пойдем. Пойдем там. Продолжение следует... 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 Угу. Продолжение следует. 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 Продолжение следует...